Ребята, всем привет! Мы сегодня с вами пробуем все конфеты фабрики Красный Октябрь, Бабаевский и Ротфронт. Я, конечно же, делала упор именно на конфеты Красный Октябрь. Покупала их все в магазине Аленка. Если честно, там было еще больше конфет. Если вам такое видео зайдет, я обязательно сниму прям-таки полный обзор и магазина, и конфет. Но сегодня давайте попробуем то, что мне удалось унести. Посмотрите, пожалуйста, на это количество конфет. Тут есть те, которые я уже пробовала. Есть абсолютно новые для меня, поэтому мы сегодня будем делать такой, знаете, и мукбанг, и обзор, и вообще все подряд. Так, конфетки все в кадр. Давайте начинать. Ребята, ну, если честно, я хотела бы начать с тех конфет, которые я помню из детства. Я в детстве их ненавидела. Где же она? Я, как бы, я вот сегодня их увидела и вспомнила о том, что это были конфеты, которые я никогда не ела и оставляла из новогодних подарков. Как думаете, что это за конфета? Я вот уже ее достаю. Ребят, кто узнал, это цитрон. Ребят, кто не ел их абсолютно так же, как и я, я помню, что цитрон оставался всегда, и даже на черный день я его не ела и оставляла просто сохнуть. Давайте его разломим, посмотрим, какой он такой же желтый, как раньше. Ну, если честно, я думаю, что я повзрослела. Мои вкусы поменялись. И цитрончик я оценю. Все цены будут появляться у нас вот в этом части экрана. Вот, поэтому смотрите и оценивайте. Цитрон. Вы знаете, в детстве я просто помню, она такая, фу, цитрон. Сейчас я вам скажу, что цитрон, очень кислая конфетка, очень сладкая конфетка. Мне нравится. Это вкусно. Кошка скребется. Кстати, вы же не в курсе, ребят. У меня случилась проблема, которую я рассказала в Телеграм. Заходите с кошкой, там прям все. Мы кошке делали уколы, вот такие вот загоняли шприцы. Короче, заходите, смотрите. Ну, кошечку мы вылечили, слава богу. Пока что она у нас. В общем, вот так. Ладно, не о кошке. О кошке будет в следующих видео, расскажу обязательно. Цитрон, честно, вкусно. Это, знаете, так своего рода ромашка, только с кисленькой. Мне понравилось. В детстве ненавидела. Оценка, ну давайте, 8 из 10. Реально вкусно. Чаек. Опять, пьем чай. У нас сегодня чаепитие. Есть еще конфета, которую я не пробовала, когда ее увидела. Она, знаете, такая... Как бы вам сказать. Ну, немножко такая бедная конфетка. По ней это видно. Она стоит недорого. Называется Метелица. Я не знаю, что там внутри. И это конфета от Бабаевского. Или шоколадная фабрика. Ребят, это Новосибирская шоколадная фабрика. Извиняюсь. Я просто, понимаете, это все продается в магазине Аленка. Я подумала, что это Бабаевский. Это что-то непонятное. Знаете, как засохший василек? Ну, или... Фигня. Новосибирская. Извините, ребята. Это вообще не о том. Так, хорошо. Давайте попробуем такую вот конфетку. Слушайте, это все не Бабаевский. Саратовская, блин. Ну, ладно. Вперед по Бабаевскому. О, ребят, Красный Октябрь. Я думаю, что, в принципе, эти Саратовские тоже они делают. Просто их отправляют потом в Саратов. Так, конфетка эта называется как? Шоколадный крем. Шоколадный крем. Она, кстати, тоже не из дорогих. Она дешевенькая. Ну. По вкусу, знаете, напоминает типа маска с вафлей. Нет. Идем дальше, ребята. У нас очень много конфет. Я хочу попробовать всем. Пока что мой фаворит это цитрон. Кстати, это вот в компанию к цитрону идет вот такой вот киви, которого я в детстве абсолютно не стала никогда есть. Тоже они... Раньше, мне кажется, киви таких не было. Конфет. Но сейчас, видите, разные вкусы. Они экспериментируют. О, зеленый. Знаете, у него такая структура, что-то непонятное. Как бы... Цитрон мне понравился больше. Киви оцениваем ну... Три из десяти. Ребят, простите. Любители киви. Так. Ну... Эту конфетку обожала моя мама, бабушка. Я в детстве к ней была и сейчас нахладнокровно. Это вальс, по-моему, называется. Нет. Какой вальс? Ребят, внимание. Это же визит. Понимаете? Это визит. Такой вот с корпусу пролине. Визит. Так, давайте пробовать. У меня что-то кошка там... Ну, вкусно. Непонятно, что это. Что-то орехи. Ну-ка, ребят, подождите. Так. Я тут, где визит. Вот визит. Ребят, ну, визиту, честно, ставим ну, семь из десяти. Он такой ореховый. Он похож в темный пшоколоден. Ну... Неплохо. Романтическая упаковка. Но визит такой, знаете, это не какая-то сладкая, там нуга, взрыв. Очень такой, может быть, даже серьезный визит. Не обязательно романтический. Идем дальше. Есть конфеты, которые реально дорогие. И, если честно, допустим, я вот сегодня купила такие две конфетки. Они мне вышли на что-то там на 80 рублей или три конфеты. Ну, в общем, как сникерс, понимаете? Целая это всего лишь такая вот конфетка вдохновения. Они стоят где-то... Я, ребят, все цены буду помещать тут, но где-то около полутора тысяч за килограмм. То есть это серьезная цена. Это VIP. Это вот такая вот история. Давайте пробовать. такой Рафаэлла в стиле, знаете, Рафаэлла черный шоколад. Не знаю. для меня слишком... И вообще вдохновение... Ну, вот для меня вдохновение это не вдохновение. Я бы сказала, что это... Ну, ну, семь. Ребят, семь. Это вот, кстати, вот с визитом, они вместе. Их вот как раз там дарить воспитательницам, там, в универ. Ну, такое. Ох. Продолжаем обзор. О, кстати, вот эти конфетки называются столичные. Кто такие вообще видел хоть раз? Я, если честно, такие видела впервые сегодня. Давайте их откроем и посмотрим, что там у нас есть. Столичные. Они, кстати, тоже достаточно бюджетные. Или нет? Они 1200. Короче, цены все помещу. Из помадной и ликерной массы. Ребят, это обалденно! Посмотрите. Вы видите, что там внутри? Она внутри, знаете, такая... Во-первых, ликер прям чувствуется. Знаете, рот обжигает. 10 из 10, правда. Сверху такая... Как, знаете, засахаренная пластинка какая-то. Столичная это для взрослых. Стоит 18+. Очень вкусная конфета. Ребят, но для взрослых, правда. Потому что ликер такой можно опьянеть. Прям мне, знаете, язык жжет. как реально от ликера. Кто не пробовал? Ребят, вот советую вам зайти в Аленку и попробовать такие конфеты столичные. Их я не видела нигде вообще. Первый раз я вот увидела их там. Там на самом деле очень много конфет, которые я просто никогда в жизни не пробовала. Так, давайте дальше. Столичные. Надо отложить. Буду есть их. Попробуем. Кстати, смотрите-ка на это. Это бабайский трюфельный крем. Ребят, тоже я вам скажу, что эти конфеты дорогие. Они где-то полторы тысячи стоят. Что-то в этом духе. Но, видите, какие они симпампусики. Такие пуговки. И острые орешек. Знаете, что-то типа Феррера Роше. Но шоколад более такой вот. Ну, вы знаете, какой в Бабайском шоколад такой с горчинкой. Бабушкам, дедушкам. 6 из 10. Ну, просто неинтересно. Просто мы уже такое пробовали. Мы уже где-то такое видели. Правда, с вами? Вот это мне было интересно. Такая вот история. Такой вот ананасик. Опять же, в детстве я такие конфеты просто ненавидела. Для меня это было что-то типа что, балдели? Ешьте такое сами. Но я сейчас повзрослела. Это, кстати, пензенская. Вот опять же, видимо, Ротфронт, Красный Октябрь, они делают для пензы эти конфеты. Ну, давайте попробуем. Раз уж. Я так предполагаю, что тут будут вафли, да. Вафелька вот в таком вот исполнении. Есть какая-то кислотность тут, но она быстро пропадает, и вообще-то не пойми что. Знаете, как будто такой какой-то крем. Очень невнятный вкус. Три из десяти. Нет, ребят, мы такой не будем. О! Вот это тоже, я не... Слушайте, но мне просто не идет из головы вот эти столичные, ребят. Кто пробовал эти конфеты? Тут еще просто что за высотка от МГУ. Гостиница Украина? Что это? Ну, это точно не МГУ, это что-то такое, какая-то гостиница, ресторан. Так, открываем, ладно, новую конфетку, называется Вечерняя Москва. Ребят, такие названия, знаете, всем. Ну, прям еще, и там, знаете, в магазине такие песни играют советские. Ну, атмосфера такая. Я, кстати, люблю советскую атмосферу. Как вы относитесь к советской атмосфере? О, боже. Москва вечерняя. И тут у нас такой вот встречает нас куполочек. Такой вот уютный. Я думаю, что он вкусный. Ммм, мягкий. Ммм. Даже смотри, тут внутри какие красота. Вечерняя Москва. Ну, неплохая конфетка. Она как пирожное столь картошка внутри. Такой она мягкая-мягкая. Неплохо. Такая вязкая, знаете, и сладкая. пралине. Ну, ореховая, да. Ребят, тут мне кажется, такое вот ореховое пюре, ореховая паста с шоколадом. Неплохо. Так, ну что, съели уже ваши любимые конфеты или еще нет? Ой, ну, Аленку попробуем сейчас. Мне было вот это интересно. у них тут просто-таки названия все. А, кстати, оценка это конфетки, забыла. Давайте семерочку и поставим. Ну, семь с половиной, она неплохая. Так, ну, это школьные годы, ребят. Вы такие вообще видели конфеты со школьниками? Школьные годы. о боже, это что? Это что? О, вы видели? Что это? Откуда это? Так, пробуем. типа, что в школьные годы еле засохшую помадку? Это очень напоминает просто засохшую помадку. Даже не буду вам показывать. Два из десяти. Школьные годы не берем, вот это мой фаворит, помним. Ох, ребятки. Ну, давайте по классике Аленка. Посмотрите, какая милашка. На конфетке Аленка и вообще вот эта вот Аленка это дочка то ли фотографа известного в Советском Союзе. Вот он, в общем, сфоткал свою дочку и отправил. Ее, по-моему, звали не Аленка, а Лена. Девочку. И вот они сделали такую Аленку из нее. Посмотрим. Вафли. Я сейчас не люблю вафельные конфеты. Опять этот горький шоколад. Он неплохой. Ну, и конфета сама вкусная по себе. Но не мое, ребят. Я не люблю вафельность. давайте поставим 7. Ребят, 7 это такой средний балл на самом деле, когда и неплохо, и нехорошо. Ну, как бы вкусно, хорошие конфеты. Это, правда, классика, многие любят. А давайте, кстати, следом попробуем. Мне кажется, это, в принципе, два конкурента. Да, вот эти мишки. Чем вообще они отличаются? Я вот даже не знаю, чем отличаются мишка косолапый от вот этой вот Аленки. Сейчас мы посмотрим. Они, смотрите, в таком же идут цвете, с такой же ваф. Они такие же абсолютно, мне кажется. Смотрите. Ну, видите разницу, в чем. Эти чуть потемнее, это Аленка. Это мишка косолапый, он чуть посветлее. Просто в мишке косолапом, знаете, нет такой горчинки, как есть в Аленке. Все, в этом разница. Он такой более нейтральный. Мне кажется, больше тоже детям подойдет, потому что в Аленке есть вот такая горчинка темного шоколада. Давайте мишки мы поставим за мишек, чисто за мишек. семь с половиной, чуть-чуть они меня как бы подкупают мишки. Ребят, это я не помню как называется, что-то вроде баночка с ликером, или бутылка коньяка, что-то такое. Давайте развернем. о боже, или это гитара, или это что вообще? Груша. Тут реально как бы смотрите, сейчас покажу. Вы видите? Тут действительно ликер. Боже, у меня слезы идут. Это реально ликер. знаете, как вот эти конфетки, в которых бутылки водки? Это вот вот оно. оно. Ну, не знаю, 9 ставлю. О! Знаете, горячий чай после такой ликеровой конфетки? Ребят, это не шутки. Если честно, красный октябрь вы меня поражаете. Вы крутые. Представьте такое делать. Ребят, увидите? Тоже заходите, берите и удивляйтесь. Вот такое, знаете, сейчас же как раз под Новый год вот таких конфет набрали. термос чая и все, гулять. Гулять по Москве вот с такими конфетами вам точно не будет холодно. Ну, вы видели, там прям внутри. Ох, я удивлена. Ох, этот красный октябрь. Ну, кстати, тоже достаточно дорогие конфеты. Ну, видимо, из-за ликера. Вот. Так, давайте попробуем. Ох, тоже ненавистный конфеты моего детства. Ребят, это же вот эти желейные, непонятные вообще. Куда их было девать из подарков? Я их, конечно же, не ела. Ой, ладно, сейчас попробую. сейчас я вам скажу вкусно барбарис. Знаете, с возрастом вкусы меняются очень сильно. Это действительно вкусные конфеты желейные. Мягкий барбарис с чаем самое то. Честно, я не знаю, сейчас мне захейтить или нет, я ставлю девять. У меня, знаете, странный вкус. Короче, все конфеты с ликером мои и вот такой желейный барбарис. По-моему, я реально превращаюсь в такого деда. Давайте дальше. так, ребятки, ну, это, знаете, я даже не хочу это пробовать, потому что это моя любовь. Это вот ласточка, василек, я их обожаю. Кто такой же, как и я? Ну, давайте, во-первых, разломлю, вам покажу на камеру. Вот что-то василек какой-то шлагодний. Знаете, василька такая легкая горчинка. Ну, прикольные конфеты. А, это ромашки. А, ну, вот в этом же духе и василек. Топовый конфет. Кстати, ласточка. Интересно, чем они отличаются? Ой, ну, ласточка, смотрите, какая нежная. Ой. Ласточку я люблю. Васильку ставим 9. Нет. Ромашка 7. Вот это 9. Кто любит ласточку? Она такая сладкая. Вот в этих конфетах очень чувствуется, что там прям один сахар. Я не знаю, правда, с чем. Что такое идет в ромашке? Ой, ласточки. Что-то такое сладкое и вкусное. Это помадка. Это помадка и я люблю на самом деле конфеты с помадкой, с мягкой помадкой. Не как у нас было вот в это время школы или вот что-то засохшее такое. Я люблю мягкую помадку, которая тянется. Ну что, давайте еще. Слушайте, это тоже, по-моему, не красный октябрь. Тоже там продается, но не оно. Ой, посмотрите, такое вот суфлешко тоже для пенсионеров, я бы сказала, в свои пять лет. Мне бы такое не понравилось, но сейчас я думаю, что мне это зайдет. Давайте пробовать, интересно, если честно, что там внутри. Оно с виноградом, что тоже, знаете, ну, прям красиво, я считаю. Ну, не то, зачем стоит гнаться вообще. Если за этими конфетами я вам рекомендую прям найти их, так они выглядят, эти абсолютно безликие, нет у них яркого вкуса винограда, а это черно-смородиновая, нет такого вкуса черно-смородина, тем более, просто какой-то легкий виноградный, знаете, есть. На этом все. О, кстати, стронж тоже мой фаворит. Ну, ребят, извините, девочка выросла. Так, еще одна конфета Южная ночь. Ребят, если честно, я на нее ставлю, потому что я думаю, она тоже в таком помадочном стиле. Посмотрите на это. Ну, это как желейная конфета, но она более тягучая. Я не знаю, что это какое-то лимонное желе. Какой-то цитрус там явно есть. фруктовый желейный. Фруктовый желейный. Какая-то, знаете, то ли лимончик, что-то такое, но не яркий. Абсолютно не яркий. Так, вот это красный октябрь. Знаете, вот там конфетка... Нет, это не красный октябрь, ребятки. Так, о, Нева. Такая конфетка, я думаю, она, знаете... Кстати, вот эти, которые были до этого, я бы оценила на шестерочку. Ну, так. Мне больше вот эти желейки понравились, с Барбарисом. Нева. Я такую, честно, не пробовала никогда конфету. Ну, я уже вижу, какая она. Я уже представляю, знаете, какая она. я ее уже прочла. Нифига. Вы думали, что у нас такой начинка белой? По вкусу это что-то непонятное, просто что-то сладкое. Это вафельная крошка. Что это вообще? Типа пралине. С корпусом типа пралине. Как будто бы внутри тоже какие-то вафли, знаете, такие вот. вафли, даже не вафли, какой-то такой вафельный крем. Я не знаю. Но я об этом поставила шесть. Не рекомендую, ребят. Ну, просто непонятный вкус, просто сладко. любители грильяжа, ребят. Ваше время настало. Кто любит грильяж? Сейчас будем пробовать сразу две. Это вот белочка, мишка косолапый. Посмотрим, чем вообще они отличаются. Там у них тоже есть разные вот эти вот белочки. она мягкая, она прям тянется. Прям сникерс. Это, кстати, рот фронт. Эта белочка. Ну, ребят, честно, не знаю. Любитель, я знаете, как так, ребят, в общем, сейчас быстренько с вами заканчиваю. уже не хватает памяти. Я не люблю такой грильяж, как здесь. Давайте попробуем вот этот грильяж и еще одну конфетку нам нужно будет успеть. Слушайте, он тоже похож. Мне кажется, такой же, только это у нас был родфронт. Это красный октябрь. Но у этого больше такой вкус. Не знаю, мне этот больше. просто карамель у него как будто бы немножко по ярче вкус карамели. Ребята, последние конфеты, которые я хотела попробовать, я ее никогда не видела. Это вот такая конфета, уже ничего не фокусируется. Называется мама приехала. Интересная конфетка, жалко, что сейчас не фокусируется. У меня камера с гречкой и черникой. Знаете, она тянется, она не сладкая. рекомендует. на самом деле. Вкусно, интересно. Я бы и семерочку поставила. Мама приехала в такой упаковке. Ребят, попробуйте. Правда, прикольная. Ну что, все. Ребят, мы сделали столько, сколько сделали. Некоторые конфетки мы даже еще не попробовали. Если вам понравился такой формат, я обязательно сделаю что-то похожее. Вот так. Мои фавориты, ну вы поняли уже. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм. Там у меня моя жизнь, моя кошка, мои вообще проблемы. Вот. И в целом все. Спасибо большое вам за просмотр.